Всех с Новым Годом! В прошлой программе мы обсудили с вами самую настоящую оккупацию новогоднего праздника со стороны наших исторически неустойчивых соседей. Ведущие силы армянской пропаганды выдвинули на всеобщее обозрение сразу три древних армянских Новых Года, которые, видимо, должны были доказать армянские корни этого общемирового праздника. Но вот о чем я задумался. Почему при всем при этом армяне не объявляют, что Дед Мороз армянин? Согласитесь, после аналогичных притязаний в адрес Ноя, Иисуса, Баха, Рембрандта, Наполеона и многих других, это было достаточно ожидаемо. А какое влияние они могли бы оказать на свою главную целевую аудиторию маленьких детей? Только представьте себе, на древний армянский праздник Новый Год приходят Дед Морозян и Снежана. Они берутся с детьми за руки и танцуют древний армянский танец Аравот. Причем они водят Аравот вокруг украшенного игрушками абрикосового дерева. Потом дети по одному встают на табурет и читают древние армянские стихи. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Ты подарки нам принес, армянинка с матой! Он несет нам Новый Год! Стоит ли повторяться, что все вышеперечисленные новогодние традиции, конечно же, являются изобретением древних армян? Но вот в чем вопрос, который буквально не давал мне покоя. Почему же они не кричат на всех перекрестках об армянстве Деда Мороза? И вдруг меня осенило. Весь вопрос в том, на какую географическую территорию могли бы претендовать армяне, объявив Деда Мороза своим. На Лапландию? А зачем им Лапландия? Нефти там нет. Плодородной земли тоже. Все, что там есть, это снег и лед. Холодно. Я замерз. Нет. Им подавай комфорт. У них, как говорят в России, губа не дура. Кстати, о России. Если вы обратили внимание, в этой стране армян интересуют сугубо южные плодородные регионы. Такие, как Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополь. Разве их когда-нибудь интересовал Ямало-Ненецкий округ? Мебель генераль Шипоповой меня интересует значительно меньше. Или возьмем их относительно свежие притязания на то, что армянские корни имеют баварцы. Обратите внимание, речь идет о самой богатой и плодородной земле Германии, об аварии. Нет, ну это уже наглость. То есть армян не интересует Саксония, Тюрингия или Рейн-Вестфалия. А тем более самая северная немецкая земля Шлезвинг-Гольштейн. Зачем армянам побережье Северного моря? Ну, что им там делать? Но я все-таки нашел в интернете информацию об армянских притязаниях на Деда Мороза. Правда, они подошли к нему с другой стороны. В частности, некоторые источники пишут об армянском профессоре этнографии Рафаэлии Наапитяне, утверждающем, что прототип Санта-Клауса, христианский святой Николай Чудотворец, был армянином. А родился и жил он, как известно, на территории современной Турции. Так это в Турции, там тепло. Именно. Конечно, тепло. А еще плодородно и в целом довольно комфортно, что полностью отвечает запросам армянского этноса. Правда, совершенно непонятно, каким образом человек по имени Николай может оказаться армянином. Разве что, если в детстве его называли... ...Колян. Но это все детали, которые мало интересуют наших соседей. Вы же знаете их стиль. Главное сделать громкое заявление, а дальше хоть трава не расти. Кстати, о траве. Ах ты, Дедушка Мороз, за маслином папироз, мы закурим боровоз. Знакомьтесь, современный армянский Дед Мороз. Придет навеселе, уйдет на бровях. И в заключении, чтобы, как говорится, уже полностью исчерпать эту тему, процитирую сайт Наша Армения, который пишет о древнем армянском прототипе Деда Мороза следующее. С 25 декабря в Ереване стартовал очередной зимний фестиваль Армения, который продлится до 6 января, во время которого перед жителями страны впервые предстанет армянский национальный Дед Мороз Кахант Папи, образ которого был восстановлен из армянских преданий. По этнографическим источникам у армянского старца есть свое соответствующее и непростое окружение. Это сказочные существа – халвлики и оролезы. Халвлики – шумные и активные персонажи, а оролезы – наполовину животные, наполовину люди. Бытует древнее поверье, что оролезы оживляют мертвых воинов, зализывая их раны. Ну, что можно сказать про такой праздник? Стивен Кинг отдыхает, а Альфред Хичкок убегает. Я желаю всем веселого и счастливого Нового года и поздравляю всех моих соотечественников с прошедшим днем солидарности азербайджанцев всего мира. А армянам я предлагаю написать коллективное письмо Деду Морозу. Но не с просьбой удовлетворить очередные территориальные притязания, а с просьбой избавить их страну от разрушающих ее излишне националистических и агрессивных идей. Всем добра и до новых встреч в новом наступившем году!